Весна – любимое время года Анастасии Борисовской. Девушка ведет активный образ жизни. Вот только одна из таких поездок закончилась слезами, паникой и визитом к врачу. Она обнаружила на теле клеща. Мы были хорошо одеты, у нас была защитная одежда, у нас были закрыты щи, колотки, закрытая шея. И мы даже подумать не могли, что нас могут укусить клещи, что мы можем подцепить клещей. И мы поэтому даже не обсматривали себя, и обнаружила я это уже только дома. Анастасия сразу обратилась за помощью в травматологический пункт. Без специалистов не обойтись, только они смогут правильно извлечь паразита. Но иногда и этого недостаточно. Чтобы узнать, был ли ваш клещ заражен, можно провести исследование молекулярно-биологическим методом на вирус носительства, а также можно определить видовую диагностику клеща. Такие исследования проводят в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии. Если анализ показал положительный результат, с лечением медлить нельзя. Не так страшен сам клещ, как инфекция, которую он может переносить. Клещевой энцефалит, а также... Болезнь лайма, она же клещевой брелез, это более актуальная сейчас болезнь, потому что ее действительно много. Клещи нападают, клещи кусают, и болезнь развивается, и достаточно большой процент клещей зараженной. Болезнь лайма – длительное заболевание, во время которого на месте укуса возникает бордовое пятно. Оно может быстро исчезнуть, а ярко выраженных симптомов, например, высокой температуры, может не быть совсем. В этом и опасность. Могут поражаться суставы, вызывая воспалительные изменения в них, боли. Со временем поражается проводящая система сердца, и как финал может поражаться головной мозг, причем это уже неприятные поражения. Единственное, что на ранней стадии это все прекрасно лечится и вылечивается полностью. Нужно пройти курс антибактериальной терапии в 21 день. Если все же выбрались на природу, пригодится несложный, но надежный метод проверки места для отдыха. Проверить наличие клещей на участке можно с помощью метода белого флага, но перед этим нам нужно себя обезопасить. Для этого у нас должен быть репеллент, который мы распыляем на одежду. И, кстати, одежда должна плотно прилегать к телу, чтобы не было открытых участков. Дальнейшие наши действия берем флаг и проходим по участку несколько метров. Флаг переворачиваем и смотрим, есть ли здесь паразиты. Если они все-таки есть, уберем их на пинцет, кладем в пробирку и отправляем в лабораторию на анализ. Дальше проходим в обратную сторону. Проверяем. Видим, что паразитов здесь также нет. Пренебрегать методами защиты не стоит, ведь пик активности паразитов как раз приходится на май, а в осенний период на сентябрь и октябрь. Наталья Жадько, Евгений Гарбузов, Рустам Файзулин, Алексей Староженко. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин